Как в твою жизнь пришёл файлайвинг? Долгий путь был очень к нему. На протяжении где-то полутора лет, года общалась с Натальей тет-а-тет вживую. Прорабатывали очень много моих программ, установок. На самом деле много делали тех вещей, до которых я хожу сейчас со знанием спустя этот период времени. Очень было всего непонятного, много информации, как, знаете, подход сзади такой, да, посмотреть на мир совершенно с другой стороны. Невероятное ощущение на самом деле, когда всё, что ты знал об этом мире и считал правильным, то, что тебя окружало, оно как будто переворачивается, становится чем-то смешным порой, чем-то неправильным в какой-то мере. Просто посмотреть на мир с другой стороны – это то, что в первую очередь дал мне инфодайвинг. Когда увидел, приходит осознание, приходит понимание, приходит какая-то информация, да, очень, кстати, гармонично всегда она приходит вовремя, в нужный момент. Не когда того мы хотим, а когда мы к этому готовы её принять правильно. И приходит, когда информация уже понимает, что можно выстраивать свою жизнь самостоятельно. Не просто плыть по течению, по какой-то определённой дорожке, а выстраивать её так, как того хочется. Но при этом, то, что ты думал раньше, что тебе хочется, тебе этого уже не хочется. Такое чувство получается, что хотел кто-то совершенно иной, кто-то другой. Уже хочется совершенно тоже получается другое. Переворачивается всё с ног на голову. Но это настолько невероятные, потрясающие перевороты. Просто, наверное, удивляться. И удивляться этому всему, и бесконечности того, что может происходить, и бесконечности человеческого сознания, как оно может смотреть на мир, как оно может расширяться, узнавать себя, узнавать и чувствовать происходящее вокруг тебя. Потому что люди становятся не Васей, Петей, Катей, Аней, да, какими-то незнакомыми. Они становятся понятными. Потому что ты уже в этот момент понимаешь себя. А если ты понимаешь себя, ты понимаешь всех вокруг. Всё становится простым. И тебе в этот момент уже хочется чего-то большего. Тебе в этот момент хочется. Если это просто, давайте-ка мы посмотрим, что же у нас там казалось раньше невозможным, а сейчас просто кажется чуть-чуть посложнее. И зайдём туда. И вот так, наверное, происходят наши какие-то расширения. Расширение нашего сознания. За что, я уверена, Душа наша говорит нам огромное спасибо и мерси. Развитие, самопознание, саморазвитие – это то, на данный момент, что для меня является инфодайвинг. Эти знания, которые делятся организаторы мероприятия СИГО. Как-то так. Как изменилась твоя жизнь за это время вообще? Ух, у меня было такое ощущение, что жизнь поставили на паузу, но такую достаточно продолжительную, дабы в себя окунулась, окунулась, хорошее слово, на данный момент. Окунулась, оглянулась вокруг, что происходит. Очень такая длительная пауза. Но за это время, что касается Личности, она поменялась не то, что кардинально, а стала просто кем-то другим. И более того скажу, что чем больше погружаюсь в себя, тем больше я понимаю, что я ещё себя не знаю. Я полностью не узнала, кто я есть на самом деле. Потому что те ресурсы, которые скрыты внутри, они, ну да, можно сказать, что они безграничны. Но что касается моей собственной Личности, она ещё где-то немножко спрятана. Я ещё её не совсем раскрыла и показывала. Ну я знаю, что это в скором времени произойдёт, но это ощущается, ощущается как по мировоззрению, да, как вижу и смотрю на мир уже другими совершенно глазами. И сила, внутренняя сила, внутренняя уверенность. Как бы сейчас банально это ни звучало, это любовь к миру, к людям. Но это любовь не такая, что «уси-пуси, я люблю тебя». Это любовь такая, что «я тебя люблю и готова, если ты попросишь чем-то тебе помочь, если тебе это нужно». Ну и если ты говоришь, что ты этого хочешь, но при этом не готов сам для себя ничего сделать, а хочешь на меня что-то переложить, оставь это, пожалуйста, себе. Вот это любовь, настоящая любовь. Она другая. Вот хочется, много в книгах читала про безграничную любовь, да, как это называют её, без, 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 слово забыла сейчас. Безусловную любовь. Да, вот идёт приближение, наверное, к этому. Принятие всего происходящего. Кстати, самое интересное это принятие со стороны, вот, наверное, наблюдателя. Это потрясающее, невероятное нечто, когда ты смотришь со стороны на свои проблемы, на свою жизнь, и тебе от этого просто становится смешно, потому что ты видишь, что ты, ну, надо это отыграть, да, но здесь, ну, душа прётся от этого, ей прикольно, она ржёт, ну, давай вместе с ней посидим, поржём. А тело, ну, пусть она фигачит дальше, что она фигачит, ну, что ты сделаешь? Вот такие какие-то ощущения. Другое мировоззрение. И жизнь меняется, кстати, очень хочется творить, и идеи приходят, вот, сидишь такой, думаешь, сижу я в компьютере, в программе, думаю, блин, у меня ничего не получается, у меня нет таланта. А потом подходит там муж мой, да, показывает, говорит, попробуй переставь так. А у меня вместо одной фигурки две притаскиваются, становится совершенно не в то место, но она получается так круто, что это, ну, это прям бомба, да, казалось бы. А такие вот вещи, какие-то частица, маленькие, большие в жизни, как загадать желание, оно точно сбывается, да, и сбывается прямо в двукратном размере, когда тебе говорят потом, давай ещё с тобой желание загадай, мне понравилось. Да, вот чудеса появляются в жизни. Люди меняются, меняется окружение. И самое интересное, что люди подстраиваются, начинают слышать и слушать тебя, начинают прислушиваться, потому что ощущают внутреннее состояние. И когда человек, вот какой-то, да, диссонанс немножко происходит, люди либо уходят, либо остаются, и им уже интересно, как ты смотришь на мир. То есть они сами к этому тянутся, потому что чувствуют состояние внутреннее, эмоции положительные, да. И остаются, наверное, самые-самые близкие, те, вот, кто должен быть, ну, это нормально, кому-то нужно. Всё кардинально меняется. Ну, ты вот сейчас тренируешься на инфотюнинг. У тебя офигенные результаты, я могу тебе сразу сказать. И я когда вспоминала, с какой маленькой, ну, извини, с кукожиной зажатой сучкой я познала. И какую машину душевную я вижу сейчас, да. При этом телесная оболочка, она вроде бы осталась та же, но она помолодела, постоянно улыбается, у неё постоянно жизненный драйв, да. А вот, скажи, по инфотюнингу тебе вообще удовольствие доставляет работать с другими людьми? Да, невероятно, просто невероятно. Так как, во-первых, в тех состояниях, когда отсутствуют эмоции, и вот эго всё-таки, как бы мы с ним там иногда не контачили, как бы мы с ним иногда не пытались его куда-то задвинуть и какие-то, да, там, что-то поубирать, в те моменты она отключается, и там есть чувство сознания. И вот это вот состояние драйва, когда ты играешь, и ты понимаешь, что есть только твоё сознание, есть только твоя воля, и когда травмы становятся вот как игрушки, раскидаем сюда, кинем туда, как бы мы это почистим, и у человека действительно потом в итоге нормализуется жизнь, ему становится легче, спокойнее, да, и вообще он начинает жить, и начинает интересоваться собой, смотреть в себя в первую очередь. Это очень затягивает эмоции, энергетика очень высокая. И когда ты выходишь, да, казалось бы, 4 часа просидеть человека, да, должен быть выжатый, как лимон. Нет, энергетика просто в её энергии валом хватаешь, и вот живёшь в этих состояниях, оно, такие ресурсы, плюс себя всегда прорабатываешь, правильно? Когда проговариваешь с человеком его программы, оно автоматически, если где-то есть какой-то зацепь в себе, он всегда выйдет точно так же. Ощущение энергии, ощущение другого человека, как себя, видение его картинки, как своей. Окей, хочется сказать, магия и чудеса, ну пусть так, значит, магия и чудеса. Просто сознание, безграничное сознание, не более того, на мой взгляд. Вот, как-то так. Так что спасибо. Спасибо тебе за искренность. Спасибо.